Здравствуйте! Это программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня в нашей студии руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Карелии Александр Льюшин. Александр Викторович, здравствуйте! Добрый день! Не так давно на встрече с главой Карелии Александром Худилайниным представители политических партий предложили заключить соглашение о честных выборах. Как вы думаете, будет оно работать или станет еще одним никому не нужным документом? Это предложение было Центральной избирательной комиссией Республики Карелия. Работа нашей избирательной комиссии, мне кажется, довольно эффективная. Недавно были, вы знаете, даже уголовные дела, кто занимался подкупом в Улан-Саутке. Люди уже получили наказание. И надеемся, что это как-то остановит любителей играться в черные пиар-технологии. А есть ли у вас какие-то примеры на сегодняшний день? Честные выборы и не совсем честные выборы? До примеров тьма, ну допустим, один из них. Депутаты при распределении бюджета законодательного собрания приняли решение о выделении каждому району по 5 миллионов рублей. Это решение коллективное, но частенько сейчас мы видим, особенно в последнее время, на федеральных каналах, которые мы не можем контролировать, по доступу раскручиваются депутаты от партии власти. И часто звучит, мы взяли на контроль, мы приехали, мы посмотрели, мы будем помогать, и мы выбили для вас какие-то деньги. Ничего они выбить не могут. Это деньги принимали решение все депутаты законодательного собрания. Если кто-то где-то построил площадку, горку или что-то купил детям, это деньги этих же людей, которые прошли через бюджет. Никакая партия к этому отношения не имеет. Да, депутат может быть инициатором, а давайте на поле. А другой депутат скажет, давайте найдет садик. И как решит местная власть, так и будет. Вот и все. Поэтому, избиратели, внимательно следите, смотрите на этих депутатов, которых вы не видели 5 лет, они появились на 2-3 месяца, и, вероятно, вы их опять не увидите. А для сравнения просто посмотрите за каждым вашим депутатом избранным, сколько раз он был, что он сделал, и примите решение, за кого голосовать. Я знаю, что от представителей ЛДПР были какие-то предложения, пожелания о том, как должно это соглашение работать. Работать оно должно очень просто. Встречаться нужно не менее чем один раз в неделю, чтобы не допускать этих моментов, а прекращать их в самом начале. И агитацию, и черный пиар, и подкуп, и вот эти технологи заезжие, то есть всех их контролировать. И общественность должна, ну, конечно, правоохранительные органы, в чем-то они показали, что могут справляться и довольно эффективно. Все понимают, если дальше играться в эти игры с монополией на власть, то опять придем к коммунистической партии, то, когда нужно еще силовиков заставить вступить в партию и армию, вот и все. И тогда будет полностью все соответствовать, ну, а дальше продолжение вы уже знаете по истории. А есть ли у вас какие-то предположения, почему выборы в Госдуму, в парламенты республик, регионов, в местные советы назначены именно на сентябрь? Ну, абсолютно правильный вопрос. Здесь протестное голосование. Кому это выгодно, прежде всего? Ну, конечно, правящей партии. Потому что заставить административный ресурс работать можно. То есть всех чиновников переписать и заставить их идти голосовать. Единственное, проконтролировать, как они проголосуют, а я со многими разговариваю, очень многим мне нравится и сокращение зарплаты, увольнения, и то, что пенсионерам будут мешать работать, значит, при выходе на пенсию. И очень много моментов, что уже чиновник, может быть, он придет, но максимум он может или проголосовать против, или испортить бюллетень. Ну, нет, конечно, какое-то количество, вот как сейчас было здесь на праймере зиму, видели, от 6 до 10% все-таки поддержат. И, я так думаю, правящую партию. Но вот это весь их ресурс. И почему сентябрь? Потому что люди будут на дачах, потому что ситуация в стране сложная, нужен каждому человеку подножий корм. Это и помидоры, огурцы, и картошка все запасаются впрок. Потому что те цены, которые мы видим, они растут, без остановки все двигаются вверх. Хотя нам в средствах массовой информации говорят, что там на небольшой процент. Но мы видим реальное увеличение в 2-3 раза. То есть рыба, она уже приравнялась к мясу. Я задавал вопрос, обращение в правительство, у нас же есть квоты. И мы предложили промышленный вылов ограничить, на 2-3 года ввести мораторий. Пускай увеличится поголовье. И люди могут потом спокойно ловить. Промышленные именно. Для любителей, ради бога, как все было, так остается. Нам сказали, что это не нужно. Рыба есть, ее вполне достаточно. И даже часть ее в Ленобласть уходит. Я в магазинах, допустим, этого не наблюдаю. Тем более, это настолько просто. Одно дело вырастить животное, кормить его и растить несколько лет, а другое поймать рыбу. То есть не такие большие расходы. Вернемся к выборам. Раз уж заговорили о выборах от партии ЛДПР, определились ли вы, кто куда пойдет? Какие у вас есть кандидаты в законодательное собрание, в Государственную Думу? Об этом расскажите, пожалуйста. Да, по всем кандидатам, наверное, разговаривать нам не хватит времени программы. Но основных я могу уже сказать. Это Тимур Зарняков идет депутатом Госдумы по одномандатному округу. То есть мы рассчитываем, что он у нас победит. Потому что конкурентов мы таких вот сильных, в общем-то, не видим. Кто бы мог ему противостоять. Единственное, здесь, конечно, надо до граждан донести информацию, что, в общем-то, мы будем делать. Ну, допустим, из Прионежского района к нам в партию вступил депутат, самовыдвиженец, Бурлакова Татьяна Михайловна. Очень активный депутат. Только за последний, наверное, месяц обращений 20. Это и ШУ, и из Мелиративного. Сейчас мы будем ездить по районам, смотреть на те проблемы, которые есть. Проблем, на самом деле, очень много. И она эффективно с этим справляется. Если будет такой депутат от Прионежи, то люди в Прионежи могут быть спокойны. Все их проблемы дойдут и до нас, и до власти, и будут решены. Допустим, Евгений Петрович Беседный, наш депутат, сам с Медвежегорского района, так как он все это время, включая всех депутатов фракции ЛДПР, мы следим за ситуацией в Медвежегорске. Не дали закрыть школу рабочей молодежи, не дали закрыть в Великой Губе школу, не дали приватизировать гостиницу, котельную. Еще много каких-то моментов, где мы мешаем и понимаем, что это важно и нужно для района. И мешаем, конечно, это все разбазарить. Один Сафос Толуиский. Сафос Толуиский в том числе. Здесь работали и мы, и некоторые другие депутаты нам помогали. Мы никогда не присваиваем себе какую-то славу. Если есть возможность и придать это общественному мнению, кто-то подхватит, ради бога. Чем быстрее вопрос решится, тем больше людей будет заинтересовано, тем сложнее будет что-то там схимичить. Еще одна тема, которая активно обсуждается в средствах массовой информации, это одно из последних ваших заседаний Комитета по природным ресурсам законодательного собрания. Я знаю, что, как вы и обещали, потребовали от чиновников мэрии отчет о том, что творится в прибрежной зоне Онежского озера, в частности, там, где в Петрозаводске укупаются моржи, уже долгие годы рядом с этой небольшой будочкой в воду льется мазут. Что удалось выяснить на этом комитете? Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе? Ну, подвижки начались с приходом нового руководства в мэрию Петрозаводска. Значит, оперативно было построено ограждение, где сейчас устанавливаются фильтры. На комитете представитель мэрии нас заверил, что в ближайшее время, в очень короткий срок, будем добиваться того, чтобы вся вот эта пленка мазутная была остановлена и прошла через фильтры. И более глобальный вопрос – это уже непосредственно найдена эта капсула, где там может быть тысяча тонн, может быть больше. Напомним телезрителям, что в районе Кандапожской улицы, она под землей, огромный резервуар с горюче-смазочными материалами. Да, появиться она ниоткуда не могла, вероятнее всего, я же опять не утверждаю, это мое личное мнение, вероятнее всего это от РЖД, может быть предыдущих, может современных, это все накапливалось годами. И здесь два варианта – или РЖД идет совместно с мэрией Петрозаводской, решает этот вопрос, или же мы обращаемся, сначала, конечно, мы обратимся к Владимиру Вольфовичу с просьбой помочь. Если не поможет, конечно, и обратимся и к президенту. Здесь нас ничто не остановит. Мы считаем, что если будет доказано, что это РЖД, и РЖД не будет помогать, то здесь, конечно, будет многомиллионный штраф. Это не миллион рублей, это, возможно, 200 и 500. Ущерб посчитают специалисты. Специалисты были на комитет от Петербургского университета. И сказали, что в короткий срок, в течение месяца, будут уже какие-то результаты. Допустим, на примитивные самые фильтры, самые простые, недорогие, обойдутся где-то в районе 300 тысяч, может быть, миллиона рублей. Но это, на наш взгляд, эти деньги первостепенные, потому что топленка и все, что это рядом с водозабором, это вообще недопустимо. Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что у вас все получится. И Ванежское озеро станет как минимум чище. Конечно, совместными усилиями мы решим любую проблему. Я напоминаю, что это была программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Этот и другие выпуски ищите на сайте tntdefisonego.ru. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова